Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius, и сегодня у нас арабская ниша Adjmal Purely Orient Tonka. Поехали! Итак, друзья, прежде чем буду делать обзор, приглашаю вас на мой замечательный, уникальный, неповторимый, одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного, того, чего нет и никогда не будет на ютубе, поэтому обязательно заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Ссылка в описании к этому обзору. Итак, друзья, Adjmal Purely Orient Tonka, нишевая линейка бренда Adjmal, я практически уже всю ее скупил, нет у меня только кожи, лезер, которая у нас не продается, недоступна она. И я считаю, что на сегодняшний день эта линейка, это вообще лучшее, что есть из доступного, из настоящей арабской парфюмерии. И я хотел бы подчеркнуть, сделать акцент на том, что у нас, к сожалению, арабы так вот обесценены и девальвированы, во многом благодаря тому, что у подавляющего большинства парфюблеченных арабская парфюмерия ассоциируется с бюджетными брендами, дюпами, которые делают клоны пародии на западные парфюмы, все вот эти вот латафы и так далее. Но все-таки арабская парфюмерия настоящая такая, исконно арабская она существует. И вот линейка Purely Orient Adjmal это яркое подтверждение тому, что арабская парфюмерия она есть. И арабская парфюмерия, основанная на многовековой арабской парфюмерной традиции, которая ничем не уступает французской парфюмерии. И я еще раз хочу подчеркнуть, что я постоянно об этом говорю в своих обзорах, но, как показывает практика, многие почему-то этот факт игнорируют, что Adjmal это огромная корпорация и у нее есть парфюмы на любой кошелек, начиная от масс-маркета и заканчивая дорогущей нишей. И зачастую на парах ресурсов можно прочитать такие комменты, что вот попробовал Adjmal Verde и на этом я бренд Adjmal для себя закрыл. Это дешман, это вообще ужас, это кошмар. До свидания Adjmal. Но я еще раз подчеркну, что вот это представитель ниши самого высокого уровня, плюс это явно восточный Adjmal. Я имею в виду, что у Adjmal есть парфюмы, которые сделаны абсолютно по западным лекалам, по западным шаблонам, которые пахнут абсолютно как западный люкс, парфюмерный мейнстрим. В данном случае мы имеем в наличии слегка вестернизированную восточную парфюмерию. Почему я говорю, что все-таки она слегка вестернизированная? Потому что это отличается от исконно такой арабской этнической парфюмерии, которую Adjmal делает для внутреннего рынка. И если вы попробуете все вот эти вот исконно арабские этнические уды в духе Дан Аль Ут Шамс, Мухаллад Шамс, да даже Амир линейка, особенно вот второй Амир, я, например, его так и не смог носить, избавился. Да, и даже вот эти вот Дан Аль Уды, все эти, то, конечно, они зачастую, ну, по крайней мере, не буду говорить для всех, но я их, в общем и целом, так и не смог понять и осилить. Вы знаете, вот последнее время у нас тоже модным стало таким направлением среди удофилов, чем, так условно говоря, чем гомнистия, тем лучше. И это является своего рода такой вот, как сказать, нонконформизм, да, парфюмерный, или протест какой-то такой, парфюмерный панк, да, вот сейчас как я обмажусь этим говноудом, вы тут все охренеете. Ну и плюс еще это есть некоторое такое желание подчеркнуть свою элитарность, что я не такой, как все, и я пользуюсь уникальными вещами, такими понятными только избранным. И, соответственно, я избранный, раз я этим пользуюсь, ну, я вот, честно говоря, вот через вот эти все перегибы перешагнул, и все-таки я придерживаюсь простой и понятной концепции, что парфюм должен нравиться, парфюм должен пахнуть интересно, красиво, и не содержать каких-то откровенных, таких неносибельных моментов, да, чем грешит аутентичная такая непричесанная арабская парфюмерия, ну, просто невыносимо бывает. Ну и плюс еще не надо забывать отличия климатические, да, то, что хорошо в пустыне в плюс 50 и при влажности 40%, то, может быть, нехорошо в сыром, холодном и влажном Питере, да. Я к чему это все рассказываю, что все-таки вот эта линейка, она чуть-чуть адаптирована, и здесь нету такого вот экстрима и этнического ярко выраженного колорита, но в то же время ее нельзя назвать таким западным парфюмерным инстримом, то есть восточная красота, восточный колорит, настоящая аутентичная арабская парфюмерия, несомненно, здесь присутствует. Я не буду сегодня останавливаться на презентации, у меня коробки, там все, упаковка, распаковка, там шуршание, там слюдой. Я много делал обзоров на парфюм из этой линейки, если вам интересно, как это упаковано, запаковано, можете пролистнуть, посмотреть обзоры те, чтобы время не тратить, потому что мне и есть действительно, что сказать много о самом парфюме. Собственно, тонко, да, тонко, те самые бобы тонко, да, или вот синтетический их аналог кумарин. Сразу вот тоже один такой дисклеймер, предупреждение. У нас обзорщики любят поразглагольствовать по поводу натуральности сырья, да, вот нюхают, вот Фредерик Маль, Муннайт, вот там слышно, что натуральное сырье, а вот Аджмал, там, или там Латафа, вот там слышно, что ненатуральное, потому что дешево. Ну, я считаю, что это все блеф, потому что никто из вас, ни вы, ни я свечку не держали на линии розлива, не стояли в лаборатории, химиком не работали парфюмером, поэтому оставим эти разговоры для других людей. Собственно, чем же хорош этот парфюм? Для полноты обзора я процитирую пирамиду. В каждый Аджмальчик вложена книжечка с оригинальной пирамидой. Пирамида. Верхние ноты Кларис Эйдж, это мускатный шалфей, натмек мускатный орех, корица, ноты сердца сандал, белая амбра, и базовые ноты бобы тонка, кашмиран, ут и табак. Ну вот, все-таки, первое и главное, наверное, что все-таки этот парфюм я бы определил как кожаный с элементами уда, хотя ноты кожи в этом парфюме не заявлено, но все-таки основной аккорд, на мой взгляд, это такая животная, анималистичная кожа. И этот парфюм, он с одной стороны сделан, конечно, в соответствии с модными трендами последних лет, а вот эта вот животная кожа, я еще так называю лошадиная кожа, она, несомненно, является одним из самых трендовых направлений, одним из первых, из пионеров этого направления в западной парфюмерии был Альберто Мариас с его Гуччи Гилти Абсолют. Но потом эту тему развили, и на сегодняшний день у самого Мариаса, их, наверное, с десяток, это и Дарк Лорд, и Филипп Лайн Нулимец, и Шапар Агар Нуар, по-моему, он называется, и Мизенсир его Голден Ут. У других брендов масса этих парфюмов, вот с этой вот животной, лошадиной кожей. Меня, кстати, частенько тоже критикуют, много хейтеров у меня, которые говорят, что ну где ж ты там, дорогой ты мой, человек в шляпе услышал лошадь и конскую сбрую, и кожу, ведь это совсем не пахнет ни кожей, ни лошадьми, ни сбруей, и про Гуччи Гилти Абсолют, и про другие парфюмы вот этого направления. Но я этого могу даже не повторять, просто предоставлю слово самим парфюмерам. Возьмите, например, Мазон Кривели, Ут Маракуйя, Сталион Ут, Ут Жеребец. По-моему, если мне память не изменяет, то ли Жорди Фернандес его делал, то ли Фабрис Пелегрин, не помню, врать не буду. Каролина Эрера, Сталион Лезер, Кожа Жеребца, Дамасса парфюмов вот с подобным звучанием. И Аджмал, видимо, тоже они захотели чуть-чуть попасть в фарватер, но главное и основное отличие этого парфюма, что он, будучи как бы косвенно принадлежа к этому направлению, он пахнет совершенно иначе. Я имею в виду тут сам подход. Вот я не могу это объяснить. Опять же, я вот еще раз подчеркну, сделаю акцент на том, что я не буду вешать вам на уши лапшу про сырье, которое якобы натуральное, а вот у тех не натуральное. Потому что я еще раз подчеркну, я не держал свечку, но здесь просто вот есть такой мем, это другое. И вот основная ценность этой линейки для меня в том, что это действительно другое. И это можно наиболее наглядно продемонстрировать. Вот у Аджмала недавно делал обзор. Парфюм называется Rhythm of Oud. Вот один и тот же бренд, вот то, о чем я вам в начале обзора говорил, что у Аджмала парфюмы на любой сегмент, на любой кошелек. Вот это вот западный люкс. И пахнет это, у меня такое ощущение, что это сделано вот из тех же вот молекул, что и вот я вам перечислял и у Мазон Кривели, и у Мариаса, и у арабов. Тоже очень много парфюмов в этом направлении. Я вот из того, что обозревал. Латафа самый бюджетный, Аль-Арик Сильвер, Афнан Тобэк Караш, Афнан Уддикшен, вот Аджмал Ритм оф Уд, и они в принципе все построены вокруг вот одного основного аккорда, такой немного анималистичной, псевдо-удовой или квази-удовой животной кожи, с некоторым таким лошадиным колоритом, да, лошадками пахнет. Ну, если сравнивать, допустим, вот эти два парфюма, то, конечно, разница в классе тут просто гигантская. Тут и амбра-деревяшечки присутствуют, и некоторая вот эта вот резкость такая, которая свойственна люксу не только арабскому, но и западному. Вот эта штука, она пахнет, конечно, на порядок выше. И я опять же повторюсь, я не буду делать акценты на сырье, потому что я не знаю, натуральное тут или не натуральное, но объективно это в принципе плюс-минус вот то направление, то есть в основе лежит вот эта вот животная кожа с некоторым таким животным анималистичным лошадиным духом. Уд опять же присутствует, но все-таки если говорить об Уде, да, вот непосредственно об Удовом звучании, то это в меньшей степени про Уд, в большей степени про животную кожу. И если говорить вот об этой линейке Аджмал Пьюрили Ориен, то, например, если взять их парфюм Сафрон, Шафран, вот там его величество Уд во всей своей красе. Вот тут все-таки больше кожа с элементами Уда. И вот в этой вот направленности, вот этой своей вот кожаностью Удовой, он, конечно, пересекается с вот этими вот всеми изделиями, которые я перечислял, да, Мезон Кривелли, Альберто Мариас, Каролина Эрера. Но первое и главное, конечно, что отличает, что здесь все звучит невероятно мягко, невероятно аккуратно. Вот я не чувствую здесь никакой вот резкости, никаких вот этих вот современных мускусов и амброматериалов. И даже если мы будем говорить о таких эталонных удово-кожаных делах, восточных в западной парфюмерии, самых дорогих, самых известных, самых популярных, я имею в виду вот восточную линейку Фредерика Маля, Промес, Мун, Найт, Даун. Вот первое, что отличает вот этот Аджмал, это абсолютно мягкое звучание. Ну, Промес, например, он там, сколько там, 37 или 40 процентов амбраксана. В Найте вот эти тоже все вот мускусы просто, особенно на старте, они могут просто прибить. Мун тоже очень, ну, жестче гораздо звучит. И в этом плане это, конечно, в первую очередь, чем это поражает, то что это звучит очень мягко и очень так натурально. Хотя я не утверждаю, что здесь натуральное сырье. Просто это звучит невероятно мягко. И это полностью отличается вот от так называемого французского звучания, да? Чувствуется, что это делали не французы, чувствуется, что это делали не приглашенные французские парфюмеры. А у арабов мы знаем такое сплошь и рядом, да? Когда нанимают того же и Доминика Рапьёна, и Жульена Раскине, и Сесиль Заракян, вот амуаж возьмите. Кстати, ничего подобного у амуаж не было и нет. И вот если брать последние удовые дела, Сесиль Заракян делала вот 13-й опус Сильвер Уд, или вот делал Хамид Мирати Кашани, опус, я не помню, номер 15-й, по-моему, Кинг Блю, то, конечно, это все-таки восточная парфюмерия, в смысле, западная парфюмерия, и там чувствуются вот эти вот все материалы, которые производят эти западные концерны, все эти ферменихи и живоданы. Вот здесь я не знаю, с чего это сделано, но это не пахнет Францией, и это пахнет очень мягко. Но было бы неинтересно, если бы это просто ограничивалось вот этой вот животной кожей с так называемым лошадино-удово-анималистичным дужком. Хотя некоторые, кто не в теме, называют это даже говноудом, да, есть такое понятие, среди удофилов говноуд, ну, то есть это типичный такой арабский уд, который пахнет на старте скотным двором, экскрементами, фекалиями, а в базе обычно раскрывается там в целой палитре элементов. Так вот, это все-таки в меньшей степени, даже практически не является представителем этого жанра говноуд, как я уже сказал, из вот этой линейки Purely Orient все-таки самый близкий вот именно к классическим так называемым говноудам, это сафрон, шафран. В данном случае все-таки анималистичная кожа. Но здесь есть абсолютно уникальная фишка, и я, кстати, не совсем согласен с пирамидой, которая предложена официально. Там акцент на пряности, там и мускатный орех, и корица, и шалфей. Вот все-таки я бы не назвал этот парфюм пряным, вот он все-таки больше кожано, животно, и я бы даже сказал гурманский. И виной, конечно, отчасти кумарин, видимо, бобы тонко. Я, опять же, не берусь утверждать, натуральные ли тут бобы тонко, либо химические. Но здесь есть вот что-то похожее на темный шоколад. Причем это такой вот сферический темный шоколад в вакууме, потому что откровенных таких сладких гурманских нот, да, как, допустим, вот я недавно делал обзор на лютанца, ветивер ориентал, серж лютанц ветивер ориентал, или там, я не знаю, там, манталь какой-нибудь, интенскафа, нет, вот это какие-то вот просто настолько абстрактные вот эти вот ноты, но все-таки что-то гурманское, сладкое здесь есть. У меня даже не поворачивается язык назвать это гурманским, но он невероятно теплый, невероятно мягкий, невероятно обволакивающий, укутывающий, и создается ощущение, я ненавижу вот это слово, дорогое звучание, потому что оно у меня ассоциируется с вот этим китчем дорого-богато, цыганщиной. Так вот, никакой цыганщины, арабщины, крика, ора, все предельно очень мягко, укутывающий, и хочется вот в этом аромате купаться. Мягкая животная кожа, какие-то вот кони в яблоках, кони белые, я цитирую песню, лошадки, жеребятки, вот, которых хочется обнимать, с которыми хочется барахтаться, что-то такое вот шоколадное, повторюсь, какие-то вот эфемерные, абсолютно едва уловимые намеки на гурманику. И что касается табака, то, конечно, такого вот табэка бруталити, да, брутальности какой-то табачной, здесь я тоже не наблюдаю. Скорее, квазитабачность будет правильно сказать. И, конечно, вот я повторюсь, самый главный кайф, самое удовольствие большое, самое наслаждение я испытываю от того, что это абсолютно не похоже на французскую парфюмерию. И тут тоже я уже слышу хор моих хейтеров, что ты имеешь против французской парфюмерии, и как ты смеешь сравнивать этих немытых, вонючих арабчат с великими мастерами Домиником Рапионом, Альберто Мариесом. Но я просто основываюсь исключительно на своих ощущениях. И вот это направление, вот эта вот животная кожа, такая лошадиная, она уже в некотором роде в западной парфюмерии стала общим местом. Во многом благодаря самим парфюмерам, как я уже говорил, у того же Альберто Мариеса он уже не стесняется и включил целый конвейер. Только у одного Мариеса с десяток наберется парфюмов вот с похожим звучанием. В то время как вот этот парфюм, он с одной стороны вроде как и находится в рамках вот этого направления, с другой стороны он пахнет абсолютно иначе. И вот я уже сравнивал Саджмал Ритм оф Ут. Вот Ритм оф Ут это типичный такой лошадиный Мариес. Его можно также сравнить с вот этим Мазон Кривелли, Сталин Ут, Ут-Жеребец, и с Афнаном Табак Караш, и с Мариевским Голден Ут. Я ни в коем случае не говорю, что это плохое направление, ни в коем случае не говорю, что это плохие парфюмы, но я лишь говорю о том, что если быть таким вот парфманьяком, серьезно углубившимся в эту тему, каковым являюсь я, естественно, что если, допустим, человек, у которого в гардеробе там, ну, спиток парфюмов, естественно, когда он попробует какой-нибудь Гуччи Дилти Абсолют, или, там, я не знаю, Мизенсир Голден Ут Альберто Мариес, для него это будет верхом совершенства, потому что он ничего подобного не нюхал, не слышал, и для него это будет вау. Но когда этих парфюмов ты уже с похожим звучанием насчитал несколько десятков, то, конечно, наступает некоторая усталость, и они перестают для тебя иметь какую-то ценность, они обесцениваются, это становится общим местом, это становится скучным, надоедливым. Вот я не знаю, как Аджмал достиг, добился этого результата, но первое и главное, что это другое, как вот этот вот мем, это другое. То есть я, надевая этот парфюм, одновременно отдыхаю от французской парфюмерии, от этих однотипных, вышедших в тираж, которые уже как станок, да, как какой-то конвейер вот этих вот однотипных парфюмов, в том числе и вот это касается не только французов, это касается и арабов, вот тот же Rhythm of Oud, это и касается и латафы, вот этот вот, а-ля Rick Silver, или, боюсь перепутать, в общем, я отдыхаю от парфюмов, вот схожего направления, которые пахнут гораздо резче, пахнут гораздо как-то, вот в данном случае наибысшее наслаждение испытываешь от того, насколько мягко, аккуратно, так обволакивающе это звучит. Вот. То есть, если подвести итог, то это с одной стороны такой вот псевдо-удовый, больше кожано-животно-анималистичный парфюм, и как это ни странно, вот это в меньшей степени про тонко, хотя вот парфюмы с бобами тонко, с кумарином, они, особенно это ужасно звучит в люксе, где вот этого кумарина льют без меры, там, какого-нибудь взять, там, Роберто Ковалье у Ома, от этого можно просто задохнуться, и я испытываю такую безудержную тошноту. Вот в данном случае это, конечно, все-таки вот мягкая, такая анималистичная кожа с легкой удовостью, приятной, которая не выходит за рамки все-таки мейнстрима, да, все-таки, как бы мы ни говорили, это не является вот такой вот восточной, неотесанной, не прилизанной, не адаптированной этникой до конца. Все-таки здесь есть такой легкий элемент такого вот облагораживания, да, чтобы это было доступно для людей, которые проживают вне Аравийского полуострова, и в то же время здесь чувствуется прекрасный, вот этот вот аутентичный арабский колорит, мягкая животная кожа с легкой такой квази-гурманской, почему я говорю квази, потому что все-таки как таковой вот гурманики явно и нету, да, но я вот здесь чувствую какую-то такую все-таки шоколадность, да, пахнет каким-то темным шоколадом с весьма и весьма условным, эфемерным, с ванилькой, и вот эти самые бобы тонко, они придают сладость и ощущение опять же квази-табачности, вот в пирамиде указан табак, но как такового листа табака здесь конечно же нету, и если брать там даже такие вот, которые у всех на слуху арабы, типа Аль-Хармаин Амбр Ут Табака Эдишн, но начнем с того, что это все-таки западная ниша, как бы там мы не говорили, Аль-Хармаин Амбр Ут Табака Эдишн это типичный западный парфюм, и там есть явная нота табака, вот здесь табака как такового нету, и явно вот таким пряным, как заявлено в пирамиде целая горсть пряности, корица, мускатный орех, мускатный шалфей, вот тоже бы я его не назвал, все-таки это мягкая такая животная кожа, чуть сладковатая, с какими-то намеками на темный шоколад, прекрасный парфюм, прекрасные технические параметры, как у всей линейки, он очень диффузный, вот мне буквально хватает пары нанесений, пары пшиков, чтобы я в нем ходил, и прекрасно я его чувствовал весь день, на одежде он вообще остается неделями, хотя, повторюсь, он не звучит прилипчиво, он не звучит как-то грубо, резко, в нем напрочь отсутствуют вот эти вот все бустеры современные, я имею ввиду вот эти амбар деревяшки, современные мускусы, которые так любят западные парфюмеры, и Фредерик Маль, и Кристиан Карбонель, основной парфюмер, Серджев, то есть, даже если сравнивать, повторюсь, с вот такими типично удовыми, якобы, парфюмами, того же Серджев, там, Кеми, или, что там у них, ну вот это Ут Старс линейка, или чуть я в свое время не офлаконил Кеми, и еще у них есть Ильм, 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 конечно, вот, чувствуется, что здесь настоящее, вот все-таки главный и основной вывод, да, я вот в Телеграме у себя об этом регулярно тоже пишу, что все-таки каждый должен заниматься своим делом суши и сашими должны делать японцы, гоу-ба-жоу должны делать китайцы, пиццу должны делать итальянцы, а арабскую парфюмерию должны делать арабы, вот в данном случае парфюм все-таки, несмотря на то, что он не является вот традиционно таким удом в чистом виде, все-таки чувствуется, что это делали арабы, и он сделан очень так, с одной стороны аутентично, с другой предельно носибельно, и конечно, если бы мне предложили на выбор любой из линейки Ут Старс, Сержев, даже тот же Ильм, и даже тот же Кеми, я конечно бы предпочел им, и я предпочитаю им вот эту вот всю удовую линейку, и тонко, и шафран, и ветивер, конечно, это для меня, по крайней мере, на голову выше, и в данном случае это не является имитацией, или какой-то стилизацией, это вот настоящая, арабская, восточная, такая мейнстримовая, гламурная, в хорошем смысле слова, чуть-чуть огламуренная, восточная, арабская парфюмерия, без приставки псевдо, и тут, конечно, тоже можно по, дискутировать с моими хейтерами, да, когда мне вот говорят, ну как ты вот не можешь понять, что никому, вот, как грубо говоря, не всарались твои говноуды, и никто не хочет вонять дерьмом, вот поэтому все эти Морилесы и Фредерики Мали делают такое все ут без уда, с ванилькой, там, с сандальчиком, чтобы оно все было такое манкое и округлое, но тут, в принципе, логика такая во многом ущербная, потому что, когда мы говорим о чем-то настоящем, аутентичном, то это должно пахнуть тем, чем это должно пахнуть, да, и это одинаково, как, допустим, сказать шведам, да, жрите вы сами свой сюрстреминг, эту тухлую селедку, мне дайте вот евросюрстреминг, селедка и в оси, она не воняет тухлятиной, она вкусная, или там, сказать, я не знаю, датчанам, жрите сами свой хакрль, эту вот ферментированную, полуразложившуюся гренландскую акулу, а я лучше, вот, минтечек в кляре, он не воняет, он вкусный, и точно так же, там, я не знаю, ну, возьмите там, кавказ, там, скажите, я не буду есть эту вашу козу, эту колбасу ферментированную, когда прямую кишку лошади набивают жиром и мясом, и она имеет специфический такой аромат, я лучше буду кушать докторскую, вот докторская, это топчик, там, ничего не воняет, все, вот, в принципе, с арабской парфюмерией примерно так же, и судовой парфюмерией, то есть, если уд не пахнет удом, то это уже не уд, и если, как правило, если арабскую парфюмерию делает не арабы, то это уже не арабская парфюмерия, вот, и именно вот, основная, подчеркну, основная ценность этой линейки для меня, то, что они смогли, как вот я люблю это выражение цитировать из песни, Эру Смит, Living on the Edge, вот, Аджмал в данном случае Living on the Edge, живут на грани, то есть, они смогли соблюсти вот эту тончайшую грань, да, между вот этой вот тяжелой, вонючей, смердящей, неадаптированной, неносибельной арабской этникой, да, вот этими жуткими, всеми этими говноудами, и другой крайностью, вот этими евроудами, вот этой вот попсой, лично мне уже обрыдлой французской, когда нам за сотни тысяч рублей скармливают всякое говно, извините за выражение, там, все эти Фредерики Мали, с умным видом, что это и есть настоящая арабская, аутентичная парфюмерия, что, конечно же, с опытом понимаешь, что это не так, и вот именно ценность вот этой линейки, что это вот такая тонкая-тонкая грань, как, опять же, цитирую Фэтбой Слима, был у него альбом Between the Gatter and the Stars, между выгребной ямой и звездами, вот это прям, выражая современным сленгом, топчик, и это, с одной стороны, аутентично, это исконно арабская, такая, этническая парфюмерия, с другой стороны, это носибельно, это слегка так, адаптированно, причесана, и это такая светская, арабская, гламурная, в хорошем смысле слова, парфюмерия, которой я просто наслаждаюсь. Для меня это, на сегодняшний день, вершина арабской парфюмерии, если брать вот из доступного, и по деньгам, и в плане, что можно без проблем купить, конечно, есть вещи там, какие-нибудь там, Spirit of Dubai, или Arabian Ud, который стоит там 50, 60, 100 тысяч, но, вот, в данном случае, это, помимо всего прочего, еще и доступно, и вот, та цена, за которую сейчас продается этот бренд, в районе 20 тысяч, за 75 миллилитров, я считаю, она абсолютно обоснованной, и, как говорят англичане, it worth every penny, стоит, каждого, уплаченного рубля, вот, я в этом абсолютно, ничуть не сомневаюсь, вот такой вот у меня получился длинный обзор, но я об этой линейке, об этой парфюмерии, готов говорить часами, поэтому, это, мое, это вот прям мое, люблю, на этом все, дорогие друзья, благодарю за внимание, и до новых встреч, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok